Здравствуйте! На ваших экранах программа «Калейдоскоп» и я, ее ведущая, Ирина Ковалева. Пожалуй, именно сейчас наступает самое волшебное время. В преддверии Нового года мы погружаемся в сказочную атмосферу и ждем новогодних чудес. Надеюсь, что и наша программа внесет свою маленькую лепту в создании праздничного настроения. Подготовка к Новому году идет полным ходом. На улицах города появляются украшенные елки, а в театрах идут последние репетиции новогодних представлений, которые, кстати, начнутся уже на этой неделе. Узнать, как идет подготовка, мы решили, заглянув в Рязанский областной театр «Кукол». Здесь, в театре «Кукол» волшебство живет круглый год, но с наступлением зимы оно становится особенным – новогодним. Переливаются серебром снежинки и гирлянды, а в фойе перед зрительным залом уже появилась зеленая красавица-елка. Покрашают ее, как обычно, всем театром. Здесь и актеры, и работники сцены, и художники-бутафоры. Обычно наряжаем по какой-нибудь схеме. Винтом в одну сторону, винтом в другую сторону, линиями одного цвета, линиями другого цвета. В этом году елка будет спиралями разного цвета. Кстати, благодаря художникам-бутафорам каждый спектакль и каждый праздник в театре «Кукол» становится красочным и реалистичным. Ведь именно они шьют куклы и создают весь необходимый реквизит. К этому Новому году мы сделали ростовую куклу-снеговик, которая будет бегать около елки, участвовать в представлении. Снеговик у нас большой и маленький. Одна кукла ростовая, на актера, а вторая будет за ширмой, тростевая. Также мы сделали вот такие морковки. Видите, какие декоративные, красивые морковки. Снеговик – один из главных героев готовящегося новогоднего представления. «Кажется, что он действительно сделан из снега, и даже нам, взрослым, хочется верить, что он настоящий. А уж о детях и говорить нечего». Ребенок по-другому мыслит, и когда он видит какого-то сказочного персонажа, он и есть для него сказочный персонаж. Он тянется к нему, ему это нравится. Когда ты видишь их глаза, ты понимаешь, что не зря. Не зря все это было проделано. Потому что столько радости. Я сам радость получаю от этого, когда я вижу ребенка, и когда сам играю, я сам получаю от этого радость. Нам посчастливилось поприсутствовать на одной из последних репетиций праздничного спектакля «Снеговик» и «Новогодняя радуга». И даже принять в ней непосредственное участие, почувствовав себя ребенком. Правда, оказалось не только весело, но еще и больно. Если бы подобное произошло в детстве, наверное, слез было бы не избежать. Что ж, надеемся, дети будут аккуратнее, чем я. А если даже и повторят мой опыт, то тоже посмеются над собой. Новый год все-таки, и во всем нужно находить поводы для улыбки. Сначала каждая девочка мечтает стать снегурочкой. Потом, взрослея, все чаще она задумывается об образе невесты. В любом случае, в акции «Замуж за Новый год» воплотились все девичьи мечты. Участницы смогли почувствовать себя и снегурочками, и невестами. Но самое главное – это то праздничное настроение, которое подарили нам организаторы акции. В честь открытия мобильного приложения «Свадебный эксперт» всем девушкам Рязани, вне зависимости от возраста и семейного положения, было предложено выйти замуж за Новый год. Именно такое название носила акция, прошедшая на минувшей неделе в торгово-развлекательном центре «Премьер». Об акции «Замуж за Новый год» мы, безусловно, слышали и собирались снимать ее, как сторонние наблюдатели. Однако в последний момент передумали. Ведь узнать, как это все происходит изнутри, гораздо интереснее. Правда, для этого пришлось нарядиться невестой и вместе с другими участницами погрузиться в атмосферу свадебно-новогоднего веселья. Но если кто не знает, я вот совсем недавно вышла замуж. И для меня эта акция – возможность, наверное, еще раз окунуться в эту атмосферу праздника, почувствовать себя невестой и просто повеселиться. Интересно, как это у других невест? Давайте спросим. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот для вас эта акция, как бы, что она для вас? Какие чувства вы испытываете? Как вы себя чувствуете? Месяц назад, когда я узнала об этой акции, подружка сказала, не очень хотелось. А потом, когда согласилась, я поняла, что вот этот вот месяц я прожила в ожидании свадьбы. Если с реальной свадьбой были какие-то вопросы, ну, вдруг не сложится, вдруг что-то здесь, я понимаю, прекрасно. Все сложится и будет. Вот. Действительно, волнения на этом мероприятии полностью отсутствовало. Зато физической нагрузки хватило с лихвой. Дело в том, что одной из главных частей этой акции стал фотоквест. Суть проста. Три команды невест вместе с ведущим бегают по этажам и выполняют самые неожиданные задания. Ну, например, станцевать кан-кан или повозить хоровод вокруг елки. В лесу уродилась елочка, в лесу она росла. Всего и века стройная зеленая мыла. Да, шлейф моего платья мешал всем, в том числе и мне. Зато он пригодился, когда нам нужно было растянуть нашу команду на максимальную длину. Ну что, есть? Есть! У меня есть? Есть! Три, два, три! Но это все цветочки. Дурачись таким образом, мы получали огромное удовольствие. Чего не скажешь о прохожих, которым мы тоже приставали с весьма необычными просьбами. То тонущего Леонардо Ди Каприо изобрази, то хором с нами спой. Соглашались только самые отважные. Галинка, Галинка, Галинка моя! В саду ягода, Малинка, Малинка моя! Ну а делалось все это ради фотографии, ведь это же фото-квест, на который были приглашены лучшие фотографы Рязани. Малинка, Галинка, Галинка моя! Кстати, пока мы совершали забег, на третьем этаже торгового центра шел концерт и разыгрывались призы от мобильного приложения «Свадебный эксперт» и партнеров этой акции. Без подарков не остались и вернувшиеся участницы. Главный приз получила самая яркая и новогодняя невеста. У каждой невесты было задание декорировать свое платье, но какими-то новогодними аксессуарами. Так как я о своем участии узнала за два дня, то ничего сделать не успела. А вот Полина отнеслась к заданию со всей ответственностью. Но, Полин, вот как это все родилось, как это все делалось, из чего? Ну, я решила, что раз я выхожу замуж за Новый год, это должно быть что-то такое новогоднее, которое присутствует на каждом празднике. А что это такое? Это новогодняя елочка. Поэтому я выбрала именно этот образ для себя. Декорировала фишурой, бантиками, все сделаю хендмейт вручную. Вот, и я думаю, этот образ наиболее соответствует для того, чтобы выйти замуж за Новый год сегодня. А долго вообще это все делалось? Целую ночь. Ночь? Да. Ночь. То есть днем ты на это время не нашла? Работа, а ночью декорируем. Скажи, пожалуйста, сама пока еще не замужем? Замужем. И мой муж сегодня со мной. Он здесь у меня болеет. То есть он не против, чтобы ты еще раз вышла замуж, но уже за Новый год? Нет. Новому году он не ревнует. Ну что ж, удачи и семейного счастья. Спасибо большое. Амия отметили как самую смелую невесту, решившуюся бежать в последний момент. В общем, ни одна девушка не была обделена вниманием, и все мы получили массу положительных эмоций. Именно этого и добивались организаторы. На самом деле мы хотим, чтобы мы, девушки, женщины, мы хотим, чтобы все женщины были счастливы. Замуж за Новый год, за надежное, сильное плечо, как замуж за мужчину. Только это шире и больше, и глобальнее. Пусть девчонки, которые не замужем, встретят свою судьбу, начиная с этого дня и далее, в следующем году. А которые замужем, пусть будут очень счастливы. Пусть у них появится пополнение в их семьях. Пусть у них будет много романтических, совместных ужинов, общений, путешествий со своим любимым. Замуж за Новый год. Ну, это круто. Мы любим Новый год. Мы любим замужество, все мечтают об этом. Мы это все соединяли, и пусть это будет такой праздник радости и красоты. В общем, акцию «Замуж за Новый год» можно считать одной из самых новогодних и веселых акций уходящего 2015 года. Подарок, сделанный собственными руками, вдвойне дороже, даже если он из бумаги. На днях в Рязани прошел мастер-класс, на котором все желающие могли познакомиться с древним искусством оригами. Но кто из нас в детстве не делал из бумаги лягушек и журавликов? Правда, тогда мы и не подозревали, что приобщаемся к древнему искусству оригами. Зародилось оно в Китае, на родине бумаги, а вот развитие и распространение получило в Японии. Поэтому именно преподаватели японского языка из Рязанского государственного университета, коренные жители страны восходящего солнца, в Рязанском художественном музее провели мастер-класс по оригами. Очень сложно сказать, насколько оригами популярна в Японии на сегодняшний день, но это искусство постоянно окружает нас по жизни. Японцы с самого детства умеют складывать оригами, они много тренируются. Делается это для разработки мелкой моторики, чтобы потом во взрослой жизни уметь производить более точные и аккуратные движения, более умело владеть ножницами, аккуратно складывать бумагу, заворачивать подарки. Конечно, в России оригами не столь популярна, но студенты и школьники с удовольствием повторяют отточенные движения преподавателей и, кажется, довольны тем, что у них получается. Это интересно, когда получается какая-нибудь необычная штука потом. То есть, сначала вроде бы простые какие-то движения делаются, а потом получается что-то интересное. Ну, по-моему, это здорово. Кстати, оригами не только развивает мелкую моторику, но и способствует развитию математического мышления, так как это искусство построено на законах геометрии. В любом случае, это интересно, необычно и увлекательно, в чем смогли убедиться рязанцы. Елки, подарки, мандарины, оливье – все это уже привычные атрибуты новогодних праздников. Однако в этом году у рязанцев есть возможность внести немного экзотики в традиционную праздничную картину. Окунуться в мир экзотики в эти новогодние дни можно, не покидая города. На втором этаже торгово-развлекательного центра «Круиз» расположился большой зоопарк экзотических животных, в котором вас ждут более 60 видов рептилий, приматов и птиц. Вы давно мечтали показать ребенку, как выглядит крокодил? Пожалуйста. А может быть, хотите посмотреть на живых символов наступающего года? Без проблем. Их здесь представлено несколько видов. Это и тамарины, которые, кстати, занесены в Красную книгу, и невероятно смышленый лапундер. В свое время, когда мы запускали в космос собак, в начале 60-х годов французы запускали со своего космодрома вот таких вот обезьян. Так как у нас были собаки, у них были обезьяны в том местности, где стояли космодромы, то они практиковали таких обезьян. То есть это очень смышленый вид приматов, который используется также населением в качестве сбора кокосов. Здесь же вы познакомитесь и с другими представителями семейства приматов. Ну, например, вот с таким общительным гиббоном-валиком. И даже с лемурами, которые, кстати, обитают только на Мадагаскаре. Посетив эту выставку, вы можете не только полюбоваться на животных и рептилий, но еще и достаточно плотно с ними пообщаться. Наверняка заводить близкое знакомство со змеями мало кто захочет, но здесь достаточно и других рептилий, кстати, весьма дружелюбных. Ну, например, игуана Яша, который даже глаза от удовольствия прикрывает, когда его гладят. Есть здесь и такие животные, о существовании которых вы, возможно, и не подозревали. Так что не упустите шанс расширить свой кругозор и получить массу положительных эмоций. Зоопарк будет гостить в нашем городе до 17 января. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых предновогодних событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова